Здравствуйте, Отец Игорь. Приветствую вас, Виктор. Очевидно, грешник – это тот, кто нарушает делом, словом и даже поступком волю Бога. Как мне это представляется? Это вы, а мне. А вас? Наверное, потому что сознаю себя несовершенным и недостойным. Ну, наверное, в таком случае я и зачистую, и зачищаю, наверное, и нарушающим волю Божию. Ну, вот вы знаете, однако в миру, в общем-то, не всегда ясны критерии греха. И многие люди объясняют свой проступок какими-то объективными обстоятельствами. Вот, например, не всем ясно, почему церковь осуждает аборты. Жалко, конечно, что не все понимают, потому что… Ну, так случилось. Вот забеременела женщина, нежелательный ребенок. Нет, 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 нет. Здесь нам нужно с вами остановиться. Как это так случилось? Если мы с вами говорим о том, что ничего случайного нету, и жизнь состоит из цепи, я надеюсь, обдуманных, принятых решений, а не из цепи какой-то, так сказать, беспорядочной жизни, которая потом приводит к трагедию. А трагедия – это убийство человека. И здесь для нас неприемлемый разговор. Так случилось, так получилось, что мне было весело один вечер, а потом мне пришлось убить человека. За радость одного вечера. Для нас это не подходит. Человек разумный должен строить свою жизнь и избирать на того и нам даны законы. А грех – это и есть понятие того, что ты приступил к закону. Что ты приступил к то, что объективно закон для нас что такое? Закон Божий. То есть Господь говорит, человек, не делай этого, потому что тебе это нарушение принесет страдание, принесет боль, а потом, возможно, даже такую смерть духовную пред Богом, у Бога. Понимаете? Это предупреждение. Осталось нам только внять в голосу разума, в голосу совести, которая есть в каждом человеке. Тротулян, учитель церкви Третьего века, говорил, что душа у человека, по природе христианка, то есть у любого человека. И у любого человека, будь то, с этим, абориген Австралии, или индейец Южной Америки, или где-нибудь еще, у каждого есть совесть. Такое негласное мерило. И вот эта совесть поселена в человеке. И вопрос в том, что это голос совести, а это голос Бога, который говорит каждому человеку не заглушать его, а поступать по голосу совести. И аборт – это убийство. Однозначно, убийство требует, вопиет к небу. Ну, вот говоря об объективных обстоятельствах, я имел в виду, что есть еще и медицинские причины, показатели, по которым необходимо приводить берегу. Я думаю, вы знаете, что количество абортов по медицинским, уважительным, дающим основания для совершения этого действия, оно ничтожно по сравнению с теми миллионами убийствами, которые совершают наши женщины, которые потом хотят быть прекрасными, красивыми, здоровыми, счастливыми. Я думаю, уже с одним фактом убийства они должны понимать, что у них даже права уже нет требовать счастья по отношению к себе. Или нельзя требовать счастья через убийство другого. Я думаю, что наши зрители уже поняли, что мы сегодня говорим о грехах, и можно ли объяснить грех какими-то объективными причинами, потому как некоторые пытаются. Например, вот церковь очень жестко относится к самоубийству. То есть, опять же, тут некоторые возражают. Ну почему же, детский человек ушел от всего материального, он находится на пути к Богу, но вот так вот он не хотел больше находиться в этом мире, хотел побыстрее перейти в другое. Почему же тогда это не приветствует? Вы знаете, я с другой стороны посмотрел. Не церковь жестко относится к тому, что совершил самоубийство, а самоубийство очень жестко относится к церкви. То есть, она, Бог, точнее, даже не церковь, Бог для Него ничто, никто. Он Его не называет, Его не существует в этой жизни. Человек полагает, что Он сам с собой пришел в этот мир, что этот мир Он сам создал, и Он обладает правом и уйти добровольно из этого мира. Своим поступком Он как бы неким образом кидает перчатку Творцу, вызов ему. А сейчас слово такое популярное – революция. Я бы сказал это – революционер, неспровергатель. Понимаете? И требовать от человека, который, скажем так, пришел в ваш дом, отрицает все, чем вы живете, разрушает все основания вашей жизни. И когда мы просто говорим, а мы не согласны, ты не в тот дом пришел. И это называется жесткой позицией. Я бы так, кстати, не формулировал. Поэтому человек сам пошел на такой жесточайший шаг своей жизни в уверенности, что дальше ничего нет. Потому что если человек действительно глубоко верил, что дальше все-таки торжествует любовь, сказано, что правда здесь не живет, правда торжествует на небе. Мы этого небесного города Иерусалима, где живет право, все ожидаем. Мы все туда стремимся. Что этот мир, благодаря преступлениям каждого из нас, мелким, большим, обезображен. Если человек верит в свое освобождение, если верит в того, кто его любит, несмотря на... испытывая боль от этого мира, и он может преодолеть, он будет победителем. И мне жалко, кто так вот сдается и утверждает ограниченность этой жизни. Если он, конечно же, думает, что он родился для... Я часто привожу этот пример, что для матушки сырой земли и хочется побыстрее туда лечь, и на этом все закончилось. Но это ведь не так. Вот вы правильно, на мой взгляд, подметили детали, говоря о борьбе. То есть человек должен преодолевать, умеет преодолевать любые трудности. Потому что мы понимаем, что у самоубийц, у них не всегда уход из жизни связан с какими-то антихристианскими убеждениями. Скажем, провокационными такими, ариянными. Возможно, это плод столкновения с трудностями, тяжелыми бытовыми проблемами. То есть человек уже не в силах бороться. Вот в этом случае вы можете, я не говорю о том, что простить, вот понять самоубийцу. Вы можете? Конечно, мы можем понять. Но я могу понять любого неверующего человека. Мне жалко. Ну, я его понимаю. Но мне жалко. Что ему нужно делать, человеку в такой тяжелый для жизни момент? Молиться. Быть с Богом. Быть с церковью. Исповедоваться. Причащаться. Только Господь, если мы здесь с Ним соединяемся, Он нам не даст погибнуть окончательно. Несмотря даже на все гнездящиеся нас пороки и страсти. Господь, если есть реальное желание работать в некотором смысле, образно говорю, и руками, не только своей мыслью. Да, не знаю, я страдаю грехом алкоголизма, да, и они вот мысленно сетуют. Да, я хотел бы не выпить. Появляется мой товарищ, говорит, пойдем, или вдруг у нас сегодня повод. И я с готовностью протягиваю руку к этому бокалу. Но если я действительно привязываю себя в наручники заковой, говорю, зову других благосмысленных друзей, держите меня, не давайте мне. И если все это вместе соединяется с криком Богу, Господи, спаси, не дай мне пасть, не хочу. Не хочу. Не в раз, но Господь освободит от этого. Господь да придет, Господь да поможет. Это совершенно точно. Коль уж мы так подробно говорим о грехе самоубийства, вот слышал, что якобы есть какой-то день в церковном служении, когда можно прощать самоубийство. Да, совершенно недавно ко мне обратилась прихожанка с подобным вопросом. Баишка, говорят, вот есть один день, мы можем молиться за самоубийц. Я так думаю, что она относит и говорит, даже не ведая об этом, о так называемом особом дне для нас перед Троицей, Троицкой Месопустной Субботи, поминальной, всеобщей, вселенской, когда вся православная церковь молится. Действительно, в ряде мест такое поверье существует и до сего дня, что якобы именно в этот день можно обращаться к Богу с молитвой самоубийцев. Но основания для таких утверждений нет, дорогие. Ни в какой день церковь не благословляется молиться за тех, кто отверг Христа, кто отверг саму церковь, кто отверг наше общество и наше собрание. И потому мы даже не можем нарушить эту волю о них. Он сказал, запретил нам о них молиться, а мы будем его по смертной воле нарушать. Нет, церковь говорит, что они не нашего стада. Поэтому мы не обладаем ни силы, ни возможности, ни дерзновения молиться за них. У меня еще представляется сложность вот как раз этого контекста. Она заключается в том, что обычный грех, Бог говорит, так, хотя существует определенная классификация, я так понимаю, можно все-таки попытаться исправить. Самоубийство исправить невозможно. Совершенно верно. Да, многое восполнимо. Многое мы можем исправить покаянием, сокрушением, плачем. Совершенно верно. Недавно была встреча с молодежью, на которой примерно такой вопрос. И одна девушка сказала, мы все можем исправить. И мне пришлось ей привести вот этот вот пример. пример и случай с абортом. А как же можно исправить, если убит человек, если он его больше никогда не повезет? Как его можно исправить? Покаяние, раскаяние. Да, его уже, к сожалению, нельзя. Вот именно того, мальчика или девочку, вновь повторить невозможно. Или же, как бывает, знаете, часто об этом мне просто говорили, у человека отрезана нога. Ну, ноет же шутром. На погоду ноет, прямо хочет он это место дотронуться, а ноги нет. Так вот, здесь вот это нужно понять, что вот такие зарубки, они останутся на сердце человека. И понять полностью, дай Бог, чтобы человек в этой жизни понял, что Господь простил его и оставил. Это ощущается только тем сердцем, которое непрестанно вздыхало и сокрушалось. Только оно вам даст уверение. Да плюс уже вся оставшаяся жизнь в прямом смысле должна пройти в исполнении заповедей Божьих. Почему я не приветствую, скажем, смертную казнь у Казаока, потому что человек, убийца, казнен, и у него нет возможности раскаяться. Ему подвели черту. В то время, когда, оставляя его в живых, все-таки есть шанс, что человек поймет проступок, глубину и тяжесть проступок. Да, если, я сам не ходил в камеры смертников, но, имею как бы извести, что действительно, когда человек уже определенный срок и долгий срок находится один на один, то у многих происходит тот поворот в сторону света, в сторону Бога, и приходит полное раскаяние. В одной из книг наткнулся на любопытную формулировку. Чтобы научиться не осуждать, надо разделить грех и грешника. Первый – ненавидеть, второй – любить. Но почему-то очень хочется ненавидеть именно грешника, потому что это человек из плоти и крови, вот мы ему противостоим, вот он такой плохой и несчастный. Но это проявление собственной греховности человека. Нужно разность создавать. Вы знаете, я думаю, многие обнаружат себе даже существует, ну, потом, может быть, объяснит каким-то образом, какая-то антипатия к человеку. С первой встречи, с первого взгляда, порой бывают такие вещи. Может быть, они объективны, чем-то обусловлены, что действительно человек, ну, страдает какими-то явными пороками или своим поведением, внешним видом вызывают вот эту неприязнь человеком. Но всегда мы должны относить это к себе. Это свойство моей греховной природы. Это мое несовершенство. Потому что путь христианина любить человека и разделять, не ненавидеть самого человека, его сущность, как бы всеми фибрами своей души, а не видеть, а ненавидеть врага рода человеческого, дьявола и его работу в этом человеке. А мы все в какой-то мере подвержены рабству дьяволу. Во многом исполняя, иди вслед за своими страстями, похотями, кому мы служим? Конечно, тому мы служим. Вот когда он в первую очередь победит в себе вот этого вот дракона, тогда я думаю, что и люди обернутся к нему совершенно иными сторонами своих личностей, своего характера. Я думаю, что он человек еще много приятных открытий совершает. Спасибо вам большое, отец Игорь. Благодарю вас.